Глава пятая Протянутых ног и приподняв Их на свои колени Старательно их растирал Джо сидел, вытянувшись на стуле Он откинул голову назад И положил руки на веревку Чтобы грудь могла Свободнее дышать Широко открытым ртом Вдыхал он воздух Два других секунданта Обмахивали его полотенцем И прислушивался к советам третьего Что-то шептавшего ему на ухо Обмывая губкой его лицо Плечи и грудь Едва кончилась Вся эта процедура Она заняла всего несколько секунд Раздался звук гонга Секунданты выбрались За канат со всеми своими Приспособлениями Джо двинулся к центру арены Навстречу Понта Женевьеве никогда не казалась Минута такой короткой Ей показалось даже, что Отдых был урезан И она заподозрила Но что сама не знала Понта набросился как прежде Работая обеими руками И хотя Джо парировал удары Он должен был отступить На несколько шагов назад Прыжком тигра Понта настиг его Инстинктивно Пытаясь удержать равновесие Джо взмахнул рукой Поднял голову И оказался без всякого прикрытия С невероятной быстротой Понта кинулся на него И страшный удар Вот-вот должен был Обрушиться на его челюсть Но Джо нырнул головой вперед И вниз И удар Понта Пришелся по затылку Когда Джо выпрямился Левая рука Понта Грозила нанести ему удар Который мог перебросить Его за канат Но он снова предупредил удар С неуловимой быстротой Наклонившись вперед Кулак Понта Слегка задев его плечо Рассек воздух Правая рука Понта Вытянулась Но Джо нырнул И крепко обхватил его И снова удар Лишь скользнул По плечу Джо Женевьева Вздохнула с облегчением Напряженность Всего ее существа Заменилась Полным упадком сил Толпа неистово аплодировала Сильверштейн Вскочил на ноги Крича жестикулируя Совершенно вне себя И даже мистер Клаузен Что-то кричал с энтузиазмом В ухо своему соседу Но обхват был разорван И состязание продолжалось Джо оборонялся Отступал Скользя по арене И стойко выдерживал Бешеную атаку Сам он Редко наносил удары Ибо у Понта Были зоркие глаза И он умел Так же хорошо защищаться Как и нападать Сила Джо Уступала Этой чудовищной Живучести Ему оставалось Только Выжидать Пока Понта Сам не исчерпает Окончательно Всей своей энергии Наконец Женевьева Начала удивляться Почему ее возлюбленный Не наступает Она чувствовала Раздражение Ей хотелось Увидеть Как он Отомстит Этому зверю Так его Загонявшему Ее нетерпение Все росло И наступил Момент Когда кулак Джо Опустился На рот Понта Это был Великолепный Удар Понта Откинулся Назад И губы Его Окрасились Кровью Этот удар И ликующие Крики Публики Привели Его В ярость Он Как зверь Рванулся Все неистовство Его прежних Нападений Было ничто По сравнению С этим Натиском И второй Такой же Удар Уже Не последовал Джо Был Слишком Поглощен Обороной Против Этого Града Ударов Им же Вызванного Он Парировал Удары Прикрываясь И ныряя Спасительные Передышки Обхватов Но И здесь В обхвате Не было Полного Отдыха И безопасности Требовалось Напряженное Неусыпное Внимание А разрыв Грозил Еще Большей Опасностью Женевьеве Показался Забавным Один Странный Прием Джо Когда он Во время Обхвата Припадал К телу Понта Его Значение Она Не понимала До тех Пор Пока В одном Обхвате Прежде чем Джо Успел Плотно Припасть Кулак Понта Взвился Вверх И чуть Было Не задел Его Подбородок В следующий Раз Когда Женевьева Уже Успокоилась И облегченно Вздохнула Увидев Как Джо Благополучно Припал Понта Упирая Упирая Подбородком В плечо Джо Поднял Правую Руку И Со страшной Силой Опустил Кулак На его Крестец Раздался Испуганный Вопль Толпы Джо Быстро Стеснул Руку Противника Предупреждая Повторный Удар Зазвучал Гонг И После Короткого Перерыва Они Начали Снова В углу Джо Куда Понта Нетерпеливо Метнулся Ему Навстречу Последний Удар Полученный Джо Пришелся Как раз Над почками И На белой Коже Появился Ярко-красный Кровоподтек Это Красное Пятно Размером В перчатку Ужасало Женевьеву Оно Притягивало Ее Глаза И С большим Трудом Она могла От него Оторваться Очень Скоро Во время Следующего Обхвата Этот удар Повторился Но Затем Джо Уже Ухитрился Каждый Раз Подставлять К рту Понта Перчатку Запрокидывая Его голову Назад И этим Отвращая Страшный Удар Но Все же Понта Успел Три раза До окончания Схватки Выполнить Свой трюк Всякий раз Поражая Уже Раненое Место Опять Перерыв И снова Схватка Без дальнейших Повреждений Для Джо И без Малейшего Признака Усталости Со стороны Это были Тяжелые Удары Ибо Понта Шатаясь Отступил Полуопустив Руки Казалось Он готов Скорчиться И упасть Пользуясь Его беспомощностью Джо Джо Нанес Удар В рот И Тут Замахнулся Нацеливаясь В челюсть Но Удар Попал В щеку Понта Зашатавшись Отскочил В сторону Весь Зал Был на ногах Восторженно Вызывая Джо Все до Одного Человека Женевьева Слышала Крики Он Его Взял Взял Его Ей Казалось Что Уже Близок Конец Она Тоже Была Вне Себя От Волнения Ее Кротость И Мягкость Исчезли Она Ликовала При каждом Жестоком Ударе Возлюбленного Но Живучесть Понта Была Необычайна С ней Приходилось Считаться Как Прежде Он Набрасывался Подобно Тигру На Джо Так Теперь Джо Преследовал Его Снова Он Пытался Попасть В челюсть Понта Но Сила И Ловкость Вернулись К последнему И Он Удачно Уклонился Кулак Джо Рассек Воздух И Благодаря Стремительности Удара Джо Сделал Полуоборот Тогда Понта Взмахнул Левой рукой И его Перчатка Ударила В открытую Шею Джо Женевьева Видела Как Опустились Руки Возлюбленного Как Вздрогнуло Все его Тело И Качнувшись Назад Ослабевшая Упала На пол Рефери Наклонился Над ним Отсчитывая Секунды И Отмечая Каждую Ударом Правой Руки В зале Стояла Мертвая Тишина Понта Слегка Повернулся К публике Ожидая Заслуженного Одобрения Но Его Встретило Холодное Гробовое Молчание Гнев Охватил Его Это Явная Несправедливость Только Его Оппонент Удостаивается Аплодисментов Наносит ли он Удар или Уклоняется От него А он Понта С самого Начала Успешно Наступавший Не услышал Ни одного Слова Одобрения Его Глаза Засверкали И Весь Сжавшись Он Подскочил К распростертому Врагу Пригнувшись Четыре Пять Шесть Раздавался Счет В этот Момент Джо Повернувшись Лицом К полу Пытался Подняться На коленях Это Ему Удалось Упираясь Коленом И Руками В пол Он Поджал Другую Ногу Пробуя Встать Считай 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 Неслись Голоса Из публики Ради Бога Считай 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 Предостерегающий Закричал С одного Конца Круга Секундант Джо Женевьева Бросил туда Мимолетный Взгляд И увидела Молодое Лицо Бледное И расстроенное Губы Его Машинально Шевелились Повторяя Счет За рефери Семь Восемь Девять Бежали Секунды Прозвучало Девятое Истекла Когда рефери В последний раз Оттолкнул Понта И Джо Поднялся На ноги Сгорбившись Слабо Прикрываясь Но вполне Не владея собой С устрашающей силой Понта Бросился На него Стремительность Его Была Необычайна Джо Отпарировал Два Удара Ускользнул От третьего Уклоняясь От четвертого Отступил Но наконец Этот ураган Ударов Загнал его В угол Он был Необычайно Слаб Стараясь Удержаться На ногах Он шатался Спиной Он прислонился К канату Дальше Уже некуда Было Отступать Понта Остановился Как бы Прикидывая Расстояние Затем Сделал Ложный Выпад Левой рукой И изо всех сил С ожесточением Ударил Правой Но Джо Нагнулся И обхватил Его На этот раз Он был спасен Понта Бешено Вырывался Он Жаждал Прикончить Этого Уже почти Добитого Врага Но Джо Боролся За жизнь Он Стойко Противился Его усилиям Неотступно Цепляясь За него И сжимая Прекратить Скомандовал Рефери Джо Еще плотнее Обвил Понта Заставь его Отпустить Черт возьми Что же Ты его Не заставишь Отпустить Черт возьми Задыхаясь Кричал Понта Рефери Рефери Снова Скомандовал Прекратить Джо Отказывался Подчиниться Твердо Убежденный В своем Праве На это С каждым Моментом Силы Возвращались К нему Мысль Прояснялась С глаз Спадала Пелена Ему Надо было Как-нибудь Выдержать Еще около Трех Минут До окончания Круга Рефери Схватил Их За плечи И с силой Разнял Став Поспешно Между ними Не давая Им Снова Схватиться Но Освобожденный Понта Прыгнул На Джо Подобно Дикому Зверю Опрокидывающему Свою Добычу Джо Заслонился Откинул Его И Опять Обхватил Это Повторилось Несколько Раз Понта Вырывался Джо Не отпускал Его Рефери Растаскивал Их А Джо Снова Припадал К Понта Женевьева Поняла Что Во время Обхватов Он Не подвергается Ударам Почему Тогда Рефери Мешает Ему Это Жестоко Она Ненавидела Добродушного Эдди Джонса И Поднявшись Гневно Сжала Кулаки До боли Впиваясь Ногтями В ладонь В продолжение Трех Долгих Минут Оставшихся До конца Круга Обхват Исследовали Один За другим Ни разу Не удалось Понте Нанести Противнику Последний Смертельный Удар И Обезумевший Он Бушевал Чувствуя Своё Бессилие Перед этим Ослабевшим Почти Побеждённым Врагом Один Боудар Только Один Но Он Невозможен Хладнокровие И Опытность Спасали Джо В полусознательном Состоянии Дрожа Всем Телом Он Сжимал Противника И Не Выпускал А в это Время Силы Его Всё Приливали Понто Раздражённый Невозможностью Ударить Сделал Попытку Поднять Его И Швырнуть На Пол Почему Ты Его Не Укусил Раздался Резкий Насмешливый Голос Сильверштейна В полной Тишине Этот Возглас Пронёсся По всему Залу И Публика Позабыв Тревогу О своём Любимце Разразилась Оглушительным Почти Истерическим Хохотом Даже Женевьева Уловила Камизм Этого Замечания И Чувство Успокоения Из Залы Передалось Ей Но Всё же Ощущение Боли И слабости Не покидало Её Она Ещё Была Вся под Впечатлением Того Ужаса Какой Ей Пришлось Пережить Куси Его Куси Его Раздавались Голоса Среди Оживившейся Публики Отгрызи Ему Ухо Понто Это Единственный Способ Каким Ты Возьмёшь Сожри Его На Съешь Почему Ты Его Не Ешь Ужасное Впечатление Произвело Это На Понто Он Озверел Ещё Больше И Ещё Сильнее Чувствовал Своё Бессилие Он Задыхался И Рычал Истощая Силы В чрезмерном Напряжении Теряя Рассудок И Самообладание Он Тщетно Пытался Заменить Их Напряжением Физических Усилий Им Владело Одно Только Слепое Желание Уничтожить Джо Он Тряс Его Как Такса Пойманную Крысу И Делал Отчаянные Попытки Высвободить Своё Тело И Руки А Джо Уверенно Сжимал Его И Не Пускал Рефери Самоотверженно И честно Старался Их Разнять Пот Струился По Его Лицу Он Напрягал Все силы Пытаясь Разорвать Эти Сцепившиеся Два Тела Но Едва Он Успевал Разделить Их Как Джо С прежней Энергией Обвивал Понто И Вся Его Работа Была Впустую Напрасно Понто Освободившись Пытался Избежать Рук И Цепкого Тела Джо Он Не Мог Уйти От Него Он Приближался К нему С намерением Нанести Удар Но Каждый Раз Джо Ускользал И Ловил Понто Свои Объятия Женевьева Притаившись В маленькой Уборной Внимательно Наблюдая Сквозь Отверстие Ничего Не могла Понять Она Была Заинтересованным Лицом В этой Тельной Борьбе Разве Один Из Бойцов Не Был Ее Джо Публика Знала Что Здесь Происходило Она Ж Нет Смысл Этой Игры Оставался Для нее Загадкой Чем Эта Игра Обольщала Еще Большей Тайной Чем Прежде Казалась Она Ей Какое Наслаждение Мог Находить Джо В этом Зверском Столкновении Возбужденных И Напряженных Тел В этих Жестоких Сжатиях Свирепых Ударах Влекущих За собой Страшные Повреждения Ведь Она Женевьева Предлагала Ему Гораздо Более Ценное Покой И Безмятежную Тихую Радость Ее Притязание На сердце Его И душу Было Много Выше И благороднее Чем Притязание Предъявляемое Ему Игрой Сейчас Джо Увлекался Ими Обоими Он Держал Ее В своих Руках Но Прислушивался К той Чей Обольстительный Зов Она Не могла Понять Ударил Гонг Раунд Кончился И Обхват Был Разорван В углу Понта Бледнолицый Молодой Секундант Был на Арене С первым Жизвуком Гонга Он Схватил Джо Приподнял Его И Вместе С ним Побежал Через Весь Круг В его Угол Там Секунданты Ревностно Захлопотали над ним Согревая его ноги Растирая живот Растягивая пальцами На бедренную повязку Чтобы ему легче было дышать Женевьева Впервые наблюдала Как мужчина Дышит Животом Живот Поднимался И опускался Гораздо Сильнее Чем ее Грудь Когда она Гналась За трамваем Едкий Щекочущий В носу Запах Нашатыря Доносился К ней От мокрой Губки Острые Испарения Которой При вдыхании Проясняли Его мозг Он Прополоскал Рот и горло Высосал Разрезанный Лимон И все это время Его старательно Обмахивали Полотенцами Вгоняя В легкий Кислород Освежающий И оживляющий Уставшую Кровь Для предстоящего Ему боя Губкой Смоченной В воде Обтирали Его Разгоряченное Тело И прямо Из бутылок Поливали Его голову Продолжение следует...